С последствиями обильных осадков коммунальщики борются вторые сутки. Снегопад, продолжавшийся до сегодняшнего утра, принес в наш город полумесячную норму осадков. С последствиями стихии с трудом сегодня справлялись не только 22 машины спецавтохозяйства и 17 единиц от управляющих компаний, но и сотрудники ГИБДД в ожидании инспекторов. От 4 до 6 часов провели около двух десятков участников ДТП. Участники этого ДТП на улице Железнодорожной наблюдают за работой спецтехники уже пятый час. На соседнем перекрестке шестой, говорят, с последствием обильного снегопады с трудом справляются не только коммунальщики, но и инспекторы ГИБДД. Многие автолюбители сегодня на работу так и не вышли. Я с 8 утра. Это сколько часов? Время уже час до дня. Коммунальщики работают хорошо, молодцы. Я вот сижу весь день смотрю на дорогу, ездят, чистят дороги там. Благо только, что они с утра не успели почистить. Днем тоже нормально. Плохо очень. Человек говорит очень плохо. Дорога вообще не чищена была. С утра-то да, с утра не пытаются работать. После этого трактор тут приехал, что-то чистил. Но это уже часа через два было. А вот по словам коммунальщиков, работы по борьбе со снегопадом не прекращались всю ночь. На дороге вышли 22 единицы спецтехники. По поручению мэра в первую очередь с уборкой снега помогли медучреждения. Тем самым обеспечили подъезд машин скорой помощи к приемным покоям. Работали также на дорогах, по которым проходят автобусные маршруты, путепроводе на Труда, Ягринском мосту и опасных перекрестках. Того результата, которого мы добивались, естественно, было сложно добиться. Потому что яркий пример, если мы возьмем просто лопату и будем в снегопад очищать, то через полчаса, естественно, будет то, что мы почистили, будет занесено снегом. Вот этот эффект, как раз сегодня он и наблюдался. Снег убирали весь сегодняшний день, прервались лишь час пик, чтобы не затруднять движение. В итоге на снежные полигоны вывезли 457 кубометров снега. Это 57 машин. По словам синоптиков, меньше чем за сутки выпала полумесячная норма осадков. Влияние циклона будет отробивать, то есть наркановая скорость будет уже распространяться, влияние антициклона. Соответственно, ночью, может быть, еще возможен какой-то снег. Ну, небольшой уже, слабый, такого сильного мы не ждем. То есть, от него, возможно, что и без засадков еще будет. Впереди у спецавтохозяйства еще одна бессонная ночь. Работы по уборке снега продолжат. Шесть пескоразбрасывателей, пять тракторов, бульдозер и погрузчик. А специалисты комитета ЖКХ будут следить за качеством работ не только на магистралях, но и во дворах. Анна Бибикова, Денис Богданов, Вестник, Северодвинска.